добрый день дорогие друзья сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать научиться вязать вот такой вот красивый интересный необычный узорчик спицами он вяжется изнанка у него вот такая достаточно стандартная изнаночные петельки с лица он выглядит вот так вот за счет вытянутых удлиненных петелек такой узорчик очень красиво будет смотреться в секционные пряжи с коротенькими секциями знаете такой ребистой ну и в любой ленточной шнурочной какой-то вот такой пряжей с интересной гладкой фактурой и для работы нам с вами понадобится ну пряжи соответственно и спицы подходящие ей по номеру никаких дополнительных спиц не надо просто две спицы я вязала вот на таких бамбуковых коротышках ну и давайте приступим к вязанию и так раппорт узора у нас составляет 6 петель но для симметричности края мы будем добавлять еще одну петлю то есть мы должны набрать количество петель кратно 6 плюс 1 петля для симметричности и плюс еще две петли кромочные я на 3 рапорта набираю 21 петлю 2 из них кромочные 18 кратно 6 то есть 3 раппорта и плюс 1 петля для симметричности края и первый ряд он установочный далее когда мы будем высоту повторять раппорт мы его учитывать не будем повторять уже больше мы его не будем мы вяжем его лицевыми петлями то есть кромочную я снимаю и далее просто вяжу целый ряд лицевых петель последнюю кромочную я вяжу изнаночной причем я ее вижу изнаночной бабушкиной то есть нить накидываю на себя мне кажется от этого края ровнее так теперь вяжем второй ряд второй ряд мы будем вязать следующим образом кромочную снимаем далее вяжем одну изнаночную далее делаем накид двойной движением от себя то есть вот так вот два раза оборачиваем правую спицу далее делаем вяжем изнаночную еще раз двойной накид изнаночную 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 мы должны сделать сейчас 5 раз далее делаем изнаночную и снова 5 раз повторяем сочетание двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид и изнаночная снова вяжем изнаночную и опять повторяем сочетание двойной накид изнаночная 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 изнаночная и кромочная изнаночной то есть в одном рапорте мы повторяем 5 раз двойной накид изнаночная и изнаночная первую изнаночную которую мы провязали она была как раз таки для симметрии итак начинаем вязать третий ряд первую петлю снимаем далее вяжем одну лицевую далее следующую петлю вводим следующую петлю правую спицу вот так вот за заднюю стеночку и переснимаем ее с левой спицы снимаем следующий за ней оба накида и и вот так вот немного подтягиваем у нас получается у длине удалененная петля со следующей петлю проделываем все также переснимаем ее с левой спицы на правую снимаем накиды и подтягиваем следующую петлю опять переснимаем спускаем накиды и подтягиваем ее следующую петлю опять же переснимаем спускаем следующие за ней накиды подтягиваем и последнюю пятую петлю снимаем и спускаем следующий за ней накида у нас получилось 5 вот таких удлиненных петель возвращаем их обратно на левую спицу то есть вот так же я ввожу левую спицу и возвращаю их теперь будем их провязывать 5 вместе лицевой за заднюю стенку так вводим правую спицу вот так во все 5 удлиненных петель за заднюю стенку видите вот так нить подхватываем также как при вязании классическом и вытягиваем ее причем эти петельки мы не спускаем с левой спицы далее делаем накид и опять вывязываем лицевую из всех 5 петель снова делаем накид и опять вывязываем лицевую получилось что мы вывязали 5 петель вот петля накид петля накид петля получилось 5 петель мы из этих пяти вывязали сейчас спускаем их с левой спицы и это у нас получается один раппорт то есть вот лицевая и вот эта вот конструкция которую только что мы провязали это у нас один раппорт все следующие раппорты мы вяжем точно также то есть я дальше как и вижу вижу лицевую следующую петлю переснимаю с левой спицы на правую спускаю следующие за ней накиды подтягиваю и опять переснимаю следующую опять спускаю накиды подтягиваю и так все пять петель переснимаю спускаю следующие за ними накиды подтягиваю и вот последняя 5 тоже ее переснимаю получила 5 удлиненных петель на правой спицы возвращая их вот таким образом на левую спицу и теперь провязываю за заднюю стенку во все пять вот так прям ввожу вывязываю лицевую накид лицевую накид лицевую вывязала 5 петель спускаю второй раппорт я провязала 3 раппорт вяжу лицевую петлю следующую опять снимаю спускаю следующие за ней накиды подтягиваю снимаю спускаю следующие за ней накиды подтягиваю третью тоже снимаю накиды спускаю подтягиваю четвертую переснимаю спускаю накиды подтягиваю и пятую петлю снимаю спускаю следующий за ней накид и подтягиваю 5 удлиненных петель я получила переснимаю их с правой спицы на левую за заднюю стенку все 5 провязываю лицевой далее делаю накид снова такую же лицевую накид и снова такую же лицевой все пять петель вывязала снимаю и для симметрии вот у нас осталась одна петля я ее провязываю лицевой далее кромочную вяжу изнаночной и так вяжу четвертый ряд кромочную снимаю далее вяжу двойной накид дело изнаночную двойной накид изнаночную то есть три раза повторила двойной накид изнаночная это вот в начале именно далее бежу изнаночную и снова двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная так мы связали первый установочный раппорт тоже он у нас было больше на 1 двойной накид и на изнаночную петлю поскольку у нас этой стороны одна петля для симметрии сейчас с этого момента я покажу как будут вязаться полные рапорты в самом теле полотна то есть ну как бы если у вас больше петель набрано соответственно повторять вы должны именно тот участок который мы сейчас с вами будем вязать двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная два раза да то есть мы два раза повторили двойной накид изнаночная далее изнаночная далее снова двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная и двойной накид изнаночной вот это у нас полный раппорт сначала два раза двойной накид изнаночная затем изнаночная и еще три раза двойной накид изнаночной то есть всего в раппорте у нас пять раз повторяется двойной накид изнаночная и плюс 1 изнаночная петля далее мы последний уже рапорт вяжем до двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная два раза до опять же затем изнаночная петля и заканчиваем три раза двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная двойной накид изнаночная на этом четвертый ряд у нас почти провязан плотненько так получилось у меня еще деревянные спицы так и кромочную изнаночной соответственно я вижу пятый ряд он у нас последний в рапорте мы его будем вязать следующим образом в начале в начале ряда то есть первый рапорт как мы вяжем кромочную снимаем далее следующую петлю помните как мы снимали в третьем до третьем ряду переснимаю вот так с левой спицы на правую за заднюю стеночку и спускаю следующие за ней накида подтягиваю следующую петлю опять снимаю спускаю следующие за ней накиды подтягиваю и следующую снимаю спускаю следующий за ней накид и подтягиваю то есть три петли у меня получилось на левой на правой вернее спица я их возвращаю на левую спицу и также как мы делали в третьем ряду я вот так вот провязываю за заднюю стенку вывязываю из них лицевую делаю накид лицевую то есть три петли я сняла 3 петли я вывязала все снимаю их с левой спицы далее вяжу лицевую далее а далее уже также как в третьем ряду мы делали уже будет 5 у нас петель то есть следующую петлю я переснимаю спускаю следующие за ней накида подтягиваю следующую петлю переснимаю спускаю следующие за ней накида подтягиваю следующую переснимаю спускаю следующие за ней накида подтягиваю переснимаю спускаю следующие за ней накида подтягиваю переснимаю спускаю накиды подтягиваю 5 петель у меня удлиненных получилось на правой спице возвращаю их на левую спицу и вот так вот за заднюю стеночку увязываю лицевую накид лицевую накид лицевую то есть 5 петель я вывезла вот так следующую петлю вяжу лицевой и опять повторяю переснимаю петлю с левой спицы на правую накид и спускаю петлю подтягиваю то же самое дело со второй петлей с 3 петлей с 4 петлей из 5 петлей вот так у меня получилось 5 удлиненных петель возвращаю их аккуратненько все на левую спицу и вывязываю из них лицевую накид лицевую кит лицево то есть 5 петель за заднюю стенку да я вывезла спускаю их спицы следующую петлю вяжу лицевой и в конце ряда у нас тоже будет 3 петли то есть переснимая следующую петлю накиды спускаю подтягиваю переснимаю петлю накида спуская подтягиваю переснимаю петлю накида спуская подтягиваю то есть 3 петли у меня на спице правой возвращаю их на левую спицу и провязываю за заднюю стенку лицевую накид лицевую все три петли кромочную вяжу изнаночной и таким образом 5 ряд мы тоже связали а далее мы все на повторяем начиная с со второго ряда то есть не с первого не лицевые сейчас мы вяжем петли а со второго ряда вот и все собственно и такой красивый узорчик у нас в итоге получится вот и все вот и все